Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Medieval Dynasty, наступила первая наша зима, вроде довольно тепло, пока хорошо, и мы в прошлой серии распланировали и начали уже строительство нашего поселения. Пока в нем никто не живет, для того, чтобы здесь люди нормально могли жить, которых мы сегодня как раз наймем, надо, чтобы у них в доме был доступ к еде и к дровам. Поэтому давайте мы им какую-то лепешку пока что одну кинем, сделаем дров немного, так, так, 4 штуки, и они там по несколько делаются, по-моему, да, по 4 сразу, я думаю, пока, пока этого хватит, выложим 8 дров, да, наверное, им 8 выложим, и у себя в доме тоже выложим немного дров. И какую-нибудь тоже лепешку или кусок мяса, чтобы вы... Можно, в принципе, еду, наверное, складывать сюда. Давайте попробуем просто сюда кинуть кусок мяса какой-нибудь. Так, один-один, да. И вроде как все наши жители смогут отсюда брать еду. Склад с ресурсами тоже, по идее, жители смогут брать нужную им еду со склада. Но пока у нас склада с ресурсами нет, поэтому дрова, наверное, надо пока раскинуть по домам. Ну, может быть, повезет нам сегодня, мы Мальвину пригласим к нам домой в качестве нашей жены. Посмотрим, попробуем. Так, палки в ручалке я, наверное, выложу, чтобы они места лишнее не занимали. ФЕФ, пусть тут валяются, все. Ну и сегодня у нас надо, как обычно, круг почета, наверное, с этой стороны начнем. Можно было бы отсюда, но мы начнем с самого интересного. Все-таки тут Алвин ждет какое-то задание у него дальше есть для нас. И Мальвина там у нас рядышком. Так, я хотел палку подобрать, да не получилось. И, наверное, мы Алвина, да, первым делом пока поставим, как основное задание. Из побочных у нас волков убить. Кстати, это Бизон у нас там, по-моему. Вроде бы Бизон, но мы не будем пока на Бизона. Пока охоту отложим. Я бы хотел побыстрее притянуть жителей в наше поселение. И с более важными делами разобраться, типа Мальвина, да, Алвина первым делом. А потом уже там и поохотиться успеем и все остальное. Зимой зато травы меньше и очень хорошо видны вот эти все палки. И вообще зимой тут довольно приятно, я бы сказал. Снег хорошо так приятно хрустит под ногами. Побродить по лесу так. Комфортно, комфортно. И вот эти елочки снегом засыпаны. Как у нас в лесу почти. Красота. Хоть я зиму терпеть не могу. Добрались до столицы, давайте смотреть. Первым делом на рабочих. Смотрите, вот это, в принципе, Ламберто довольно неплохая. Единственное, что я хочу посмотреть. Сейчас, передохни. Два у нее в фермерстве. Три в рыбной ловле. Ну, мы возьмем ее в любом случае. Одобрение 90%. Я создаю свое поселение и ищу хороших людей, желающих присоединиться ко мне. Похоже на то, что я искала. С удовольствием. Давай, Ламберто. И Ламберте надо... Еще какого-то Латамир. Латамир как раз фермер на троечке. Ну, у нас будет современное поселение. Давайте мы вообще поговорим. Может, он не согласится с нами идти сейчас. Сплетни, так, как вы... Ну, охота, ладно. Так. Я создаю новое поселение. Отлично, увидимся там. Короче. Латамир у нас будет... Давайте сразу подробнее нажимаем. Назначим им простенький маленький дом. Так. Назначим рабочее место Латамиру на фермерство. Хранилище продуктов питания. Сарай фермерства. Вот так вот мы его сделаем. Сарай. Назначить работника. Фермер-полевод. Полевод нам, наверное, надо. Пока что. Так. Хорошо. Так. Подождем. Давай. Теперь Ламберте. Назначить дом. Да. Вместе с Латамиром будешь жить. И будешь работать в охотничьем домике. Два человека в домике могут работать. Охотником пока что. Да. У тебя будет хорошо получаться. И сейчас у них настроение к нулю идет. Но по идее... Вот. Сейчас настроение должно уже у них будет подниматься. Да. И пока там есть немного еды, немного дров у них, все у них будет хорошо. Давайте с Алвином поговорим. Мне что-то кажется, что я какой-то маленький стал. Странно. Алвин что, хочет с Лука стрелять? Действительно соревнования, там все дела. Ой-ой, ну давай. Поддаться ему, может быть? Как у тебя дела, Алвин? Бьюсь об заклад, я могу победить вас прямо сейчас. О, как уверенно. Ладно, я беру пари. Сколько? Сто монет. Три выстрела. Тот, кто получит больше очков, победит. Принимаете вызов? Да, давай. Давай. Шестьдесят четыре очка теперь. Не, ну слушай, ты жулик. Ты даже не стрелял. А уже говоришь мне, что шестьдесят четыре очка набил. Шестьдесят четыре? Это нам надо попасть. Может быть я дальше попробую отойти. Вот так. Это было мимо вообще. За три выстрела я не справлюсь. Не справлюсь за три выстрела, да? Что ж, все получилось не так, как было запланировано. Вы можете попробовать еще раз, если вы хотите. Условия остаются прежними. Еще сто монет тебе дать? Ты знаешь, Алвин? Или у меня не отнялось сто монет? Подожди. Или нам нужно типа его все же победить? Пятьсот. Не, по-моему отнялось сто монет как раз. О, Алвин. Давайте почитаем в дневнике, что он хочет. Хорошо, я поспорил и взял участие в соревновании по стрельбе. Не могу проиграть. Достаточно трижды попасть в центр с двадцати метров. Я смогу с этим справиться. Пропал. Дети теперь будут показывать на меня пальцем и смеяться. Но все еще есть шанс ее исправить. Да. Награда? А, я если победил... Хорошо. Я в деле. Я получу свои двести монет, если я такие выиграю. Двадцать... Вот если я три выстрела сейчас вот таких сделаю одинаковых, то я выиграю. Кажется, я выиграл. Да, хозяин кто? Кто папачка Алвин? Кто? Не будьте самоуверенны, у вас намного больше опыта, чем у меня. Конечно, конечно. А теперь гони бабки. Хорошо. Мы отбили все свое бабло. Увидите, я буду больше практиковаться и, наконец, сотру эту ухмылку с вашего лица. Ну, вы то есть ничего не выиграли, да? Мы хотя бы отбили просто то, что вставили. Мне подходит. Мы покажем себя в следующий раз. Блин, серьезно? В следующий раз еще раз? Дождитесь следующего сезона? О, Алвин, ты все на этот год? А? Ну ладно. Ну ладно. Поплыли, а сейчас как раз помоемся заодно. Ну, подумаешь, холодно. Я надеюсь, все хорошо будет. Мы не замерзнем по дороге. Попьем еще тоже. Помоемся перед тем, как к Мальвине идти. И будем надеяться, что сейчас она согласится стать моей женой. Поморжевал немного. И давайте смотреть, что Мальвина нам скажет сегодня. Тут, кстати, по-моему, еще больше народу появилось. Тех, кто могут к нам присоединиться в поселение. Мальвина. Мальвина. О, Мальвина. Я тебя не узнал в таком-то наряде. Так вот, Мальвина. Я хочу вам кое-что сказать, прекрасная леди. 75% шанс. Знаете, вы мне очень нравитесь. В прошлый раз это сработало. 100% любовь и... 100% шанс. Отлично. Я не хочу больше тратить ни минуты этой жизни без вас. Да, я выйду за тебя замуж. Вы сделали меня самым счастливым человеком на свете. Отлично. Наследник гарантирует выживание вашей династии. Для того, чтобы наследник появился, вам нужно сначала найти жену. И поговорить с ней о том, что вы готовы иметь ребенка. Наследник родится через 3 сезона. Первые 2 года мать будет смотреть за ним и заботиться о нем. Поэтому она не может заниматься никакими другими делами. Пока наследник молод, им можно управлять. Кнопка В на клавиатуре. Но его деятельность ограничена. Кнопка В на клавиатуре. Пока не работает ничего. Ничего не говорит кнопка В нам. Так. Хорошо. Мальвина тоже. Настроение у нее немного поднимается. У нас потому, что в доме дрова есть. Еды немного тоже есть. Но нам надо... Нам надо сюда, по идее, работника отправить. С полем... Поле я даже не знаю. Надо поле как-то засевать по-хитрому. У нас есть много лука. Растет, готово к сбору урожая. Нам вообще лен нужен. Да, у нас есть 5 льна. По-моему, у нас есть и морковки десяток. Вроде бы... Я уже не помню, что я что-то покупал, по-моему, еще. Но не помню вообще. Хотите... Да, я хочу сохранить изменения. Может быть, теперь начнут работать наши фермеры. Но это не точно. Давайте мы сразу, наверное, Мальвиния... Расскажи мне... Настроение 0, возраст. Расскажи мне что-нибудь о себе. А, это она рассказывает, где она живет. О, дом портится со временем. Рабочее место ей можно назначить. Фермером, кстати, можно ее тоже поставить. Или охотницей тоже, как вариант. Пока что, да? Давай, на охотничий домик. Ой, что это? Что это? Что это? Что это? Что-то сломалось. Кажется, у нас... Расскажи мне о себе. Рабочее место. Охотничий домик. Ой-ой-ой. Это явно не так должно работать. Так. Управление. Мальвина. О, есть. Так работает нормально. Тоже охотником пока что. Окей. У меня 18. Как я понял. Себя я назначить никуда не могу. Так, что еще с Мальвиной тут интересного? Не могли бы вы мне с кое-чем помочь, любовь моя? Мне нужно переосмыслить свои таланты, залечить мои раны. Я думаю, мы готовы к ребенку. Я думаю, мы готовы к ребенку. Мне тоже так кажется. Все. Дело сделано, да? Отлично. Через три сезона ждем ребенка. Но еще, я думаю, какое-то время Мальвина может быть поработает, поможет нам. Ой, у нас еще задание одно в городе есть, которое я что-то пропустил. Пошли посмотрим, что там. Ну и нам надо еще, наверное, еды немного собрать. По идее, в амбаре, в этом, для хранения еды, еда медленнее будет портиться. Поэтому можно делать большие запасы. Ну и в целом, у нас хранилища уже довольно много разнообразных. Можно тоже будет собирать всякое барахло и сносить уже домой. Ну и строить. Строить, строить. Много очень строить нужно. Как минимум, сделать еще один дом быстренько. И может быть... Я, наверное, да. Я сейчас вернусь домой. Сделаю еще один дом. И потом пойду уже по вот этим квестам посмотрю и найму еще двух человек. Чтобы у нас как раз дополнительный, может, там фермер, работник склада один появился. Во, это будет правильно. И надо, наверное, кого-то на... Ммм... Может быть... Может быть, я построю все-таки больше, чем один дом. Для начала. Потому что нам надо еще, чтобы кто-то дрова рубил, заготавливал и... Чтобы было чем-то пить. Могу я чем-то помочь? Много опасных животных. Хорошо. Я сделаю это тоже. Ночная охота двух волков убить. Мы как раз сразу несколько заданий сделаем одновременно. Все. Ну, это если да. Если получится найти где-то волков по одиночке. Потому что я там рассказывал когда-то, что бегал... По-моему, в Хорнику я бегал. По одной из этих дорог где-то. Я уже не помню по какой. И там на меня целая стая волков прямо на дороге напала. И там, я даже не знаю. Вон, кстати, идут. Может, это Мальвина. Может, не Мальвина. Они действительно идут. Не телепортировались. На удивление. Так. Зимой собирать у нас особо нечего. Кроме палок. Но это тоже хорошо. Палок много нужно в хозяйстве. Поэтому я буду бежать и собирать палки пока. И, кстати, надо было, наверное, по дороге взять еще немного соломы. Кроме палок. Точно. Тем временем, новый уровень выживания. Отлично. Самый продуктивный навык у меня. И я возьму максимальный уровень уменьшения скорости набора жажды и голода. Точнее, не набора, а наоборот. Скорость уменьшения. А вот и волк. И он уже бежит к нам. Фух. Два выстрела на волка ушло. Фух. Так. А еще я, по-моему, стрелы не забрал, да? После второго турнира с этим. Из... Сколько там? Не, железные стрелы 20 штук есть. Хорошо. Я немного перегружен, потому что я палок насобирал по дороге еще довольно много. Давайте, может, лепешку я съем. Хотя все равно килограмм выкидывать нужно. О, камни можно скинуть. Икс. И можно, наверное, что-то... Да, давайте палку просто одну выкину. Как раз. Все, они побежали. Я пока собирал солому, увидел, что дрова закончились уже. Ух ты, елки-палки. Ух ты, фух. Фух. Хорошо. Мы зачистили себе дорогу тут, походу. Второй болт. Не болт, стрела. Ну, допустим, что в нем было. Короче, все равно надо камни повыкидывать оставшиеся, да и все. Так вот, нужно первым делом сейчас сделать дрова для растопки. У нас дома, как бы, ну, соломенные фактически, да, и топить, наверное, приходится много. Если бы дома были более улучшенные, то им меньше приходилось бы, наверное, заморачиваться с этим. Так, о, я вижу уже здесь народ. Чем-то занимается. Надо сейчас, наверное, выложить мясо, может быть, сюда скинуть. Сейчас посмотрим, разберем барахло. О, так, ничего не видно уже. Так, тихо, тихо. Так, мясо с волков сбросим. Отсюда все поели, да, уже, походу? Правильно? Давайте я скину сюда пару лепешек еще тоже. Чтобы не голодали наши ребята. Так, и я бы, может быть, сразу вложил бы сюда там солому и всякого барахла. Поленья, поленья. Я думаю, наши подождут еще чуток. Грядки копают потихонечку наши фермеры. Не знаю, как у них там будет получаться посреди зимы что-то выращивать. Так, что у нас? Факел сломал. Все поломалось, короче. Факел мы можем сделать. Так, хорошо. Надо выложить, наверное, все-таки палки эти, да. Все остальное. У меня топор один в запасе еще есть. Это хорошо. Так, солома. Давайте пока так выложим палки. Наверное, все. Потом я их, если что, заберу. Палки еще получу пока. Тут буду дерево рубить, так что. О, эта ель была уже надрублена, по-моему, немного, да? Вырублено, наверное, все. Все равно, рано или поздно здесь, пока я, да, лопату еще не сделал себе и не купил, нигде мне ее там по квесту не дали, может быть, успеют все эти пни зарасти новыми деревьями, поэтому интересно будет посмотреть. Можно, наверное, пока действительно рубить все, а потом зарастет. Так, ну и крафтим дрова. Первым делом дрова жене дадим. Чтоб женушка не мерзла. Так, да, ну елки-палки. Почему я все время на F нажимаю, чтобы на E точнее. Или что я нажимаю? Да, на E нажимаю вместо F. Так, сделаем. Хотя у женушки все хорошо, да, было? О, этих дров не хватает. Я надеюсь, я не побеспокую, они еще не спят, хорошо. Так, E, R, дрова на все делаем, на все эти бревна. И добавим во все дома, пораскидываем сейчас. Все, дрова закинул им в сундук, и штраф пропал на этот. Ну, не штраф, а сама иконка. Так. Ну, чем-то заняты. Может быть, семена нужно положить в этот самый, поэтому сейчас попробуем. Я же вроде не перекладывал. Я вот уже не помню. Надо посмотреть. А, кстати, где они у меня? Вообще. Стоп, 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 стоп. А где мои семена все? Здесь, по-моему, у меня только была рубашка. А, нет, фу. Все, хорошо. Здесь не только рубашка. У нас еще есть рожь, пять штук. И все. Так, удобрение возьмем. Кстати, да, им же удобрение действительно нужно. Будет сейчас. Пять дров у нас здесь есть. Давайте добавим рожь еще в управление полем. Как нам это, кстати, вообще сделать? Вот так. Поле спахано и засеяно. Хорошо. Морковка. Вот она. Морковка. Подождите. У меня морковки 10 семян в инвентаре. Рожь у меня. Сколько ее? Пять, десять. Да, принять. Пшеница. А, пять пшеницы и пять ржи. Хорошо. Морковки 10 штук есть. Так, поле и пшеница. Вот таким вот образом сделаем. И как раз у нас четенько, смотрите, все просчитано идеально. Луком будем одним питаться, да. Ну, я думаю, они тут дальше будут сами разбираться. Че, когда сажать, потому что мне во все это дело вникать, если честно, не хочется. Я надеюсь, что они справятся сами. Так, семена лука могут быть изготовлены. Не, по идее, да, все эти весны... Я надеюсь, что семена сюда нужно добавлять. И удобрения тоже сюда закину. Так, окей. Окей. Гумно помолоть. Помолоть бы немного. Не, ну, вроде сеет, да. У него даже мешок есть, там все дела. Молодец, молодец, пахарь. Недаром навык в тройку у него на фермерстве. Ну и нам вроде бы не холодно, вполне комфортненько. Я думаю, мы тогда продолжим дальше строительство, рубку дерева. Достроим сейчас один дом сначала, и потом лесозаготовительный этот лагерь поставим. Посмотрим, куда мы его разместим. Где-то с другой стороны, наверное. Посмотрим еще тоже на его размер. Олени бегают. Так. Нам бревен еще понадобится немало, поэтому сейчас заготовим. Новый уровень извлечения. Так. Потеря прочности, скорость, так, так. Более быстрые лесозаготовки. то есть само дерево рубиться будет на 30% быстрее, на 100% быстрее. Я даже не знаю. Я бы, наверное, взял бы единичку вот сюда, а потом уже вот куда-то сюда можно будет. Вес увеличить на 5 килограмм, но все равно это будет приятно. и скорость расхода выносливости уменьшена на x мастер раскопок. Можно взять будет, это, в принципе, будет полезно довольно. Еще один дом готов, хорошо. Давайте посмотрим вход сюда в этот дом, да. Давайте посмотрим, что я бы хотел сейчас построить, как это называется, сколько это дело стоит. Дровяной сарай, да? Здание для вырубки дерева, для получения бревен и палок. Рабочий диапазон ограничен... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Здесь нужно будет тогда построить склад для ресурсов, потому что без этого склада, наверное, ничего работать и не будет, насколько я понимаю. Ну вот, вроде место вполне хорошее, относительно далеко. Можно даже попробовать еще чуть глубже. Давайте сейчас срубим здесь. Тут, правда, неровно все. Тропинка. Я, правда, не уверен, что получится здесь его построить. Давайте, может быть, действительно вот тут, на полянке, на этой. Мне три этих самых не хватает, чтобы поставить его, не посмотреть. И в целом мы уже можем назначить... Ой, факел ушел. Беда. Двух человек можем пригласить еще в поселение. Одного назначить на лесозаготовку. А второго как раз на работу на складе. Дровяной сарай. Далековато так вроде, да? Ну, пойдет. Тут вроде много леса. И... Что там тут надо? Одно полено, два полена. По-скромному. Очень простое строительство вообще. Да. Поможем тут сразу вырубить одну ель. Ну, опять же, да, они будут дерево рубить. И дерево это будет со временем расти. Так что все хорошо. Так. Оп, мимо. Я уже первое бревно практически положил на этот сарай. Простой дом. А, это более крупный дом у нас готов, насколько я понимаю. Сундук на 50 всего лишь. Доски и дрова здесь мы можем делать. Отлично. Но... По-моему, это не быстрее, не лучше, да? Я даже не знаю. Ладно. Давайте эти четыре штучки дров доложим в новый дом. Вот сюда. Надо факел сделать. О, как раз хватает ресурсов для этого. Блин. Было бы удобно, если бы... Все время факел у нас активировался. Какой-то клавишей. Одной все время, желательно. Так. Четверо дров сюда. Хотя, может быть... Ммм... Я даже не знаю. Нет, нам надо в любом случае, я думаю, построить... Хранилище для ресурсов. Склад, собственно. Да, вот такой вот теперь. Включает в себя ресурсы, собранные в дровяном сарае. Землянки, шахте, охотничьем доме, амбаре, загоне для овец. Жители нуждаются в этом здании для получения дров. Да, нам в любом случае нужно построить его. Но его мы, наверное, построим немного дальше вот сюда. Блин, дорога вот эта вот... Кошмар. Кошмар. Давайте разместим... Факел, мне кажется, здесь не нужен. Довольно светло сейчас. Разместим поле. Опять же. В длину вот так. И построим вдоль этого поля дорогу. Вот прям сюда. Запросто. Так. Дорогу по центру. Чуть-чуть сюда, да и уже поле... Мы мешаем поле вот так. Как раз между деревьев. Вроде бы довольно ровно мы идем. Я не знаю, как бы, насколько большое у нас будет поселение, но... Вроде дорога... Ой, черт. Правой клавишей нажал это фиаско. Так вот, о чем я. Дорога, да? Я не знаю, насколько длинная она нам понадобится. По идее, вообще... Понадобится, чтобы она шла к той дороге, которая у нас... Вот здесь. То есть, до сюда я хочу дорогу провести. Ну, потом, со временем. Ну, или, может быть, как-то посмотрим. Через дровяной этот сарай, может быть, дорогу проведем. Но у нас теперь есть место для... Для нашего склада. Только надо сейчас все это дело еще немножко разметить. Удаляем поле. Здесь оно нам точно не нужно. Да? И... Давайте сделаем... Что-то наподобие вот этого. С этой стороны. Было бы, конечно, хорошо... Сделать, чтобы это было симметрично. Да? Небольшими участочками такими. Получается, вот так я сделал. Потом... Вот так. Но, опять же... Блин, тут непонятно еще, как по длине. Ну, что-то такое, вроде. А, ну, вот-вот. Да, наверное, вот это как раз наилучший ориентир будет. Так. Вот таким образом. И теперь... Соединяем это здесь. Пойдет, пойдет. И вот наше место еще для двух небольших домов. Класс. Давайте мы прикинем сразу, наверное, дом здесь один. А потом с этой стороны построим как расклад. Там много места нужно будет, поэтому... Давайте сейчас вырубим... Наверное, вот это с дороги мы вырубим. А, нет, но все равно вырастет рано или поздно. Да. Да, я смотрю, что у женушки дрова закончились. Именно у нее. Давайте положим ей... А я вроде... Сделал. А, я в новый дом их занес. Точно. Давайте скрафтим еще парочку. Так, разместим здесь дом. И посмотрим, сколько нам надо... Сколько нам надо... Сколько не хватает... Шесть нужно полей... А, стоп, не дровяной склад нам надо. Десять нужно еще пять бревен. И где-то вот здесь мы этот склад разместим. Чтобы можно было здесь дорогу сделать какую-то дополнительно еще... По кругу всего этого дела. Давайте, наверное... Что-то вот это срубим все. Так, ну и давайте прикинем... Хранилище... Хранилище ресурсов. Ух, здоровенное. Я даже вообще не вижу. Блин, у нас нету возможности, да, отдалить камеру. О, это печально. Ну, я, наверное, отступлю еще тогда немного. И где-то вот так поставлю. О, нет, ужасно. Слишком близко. Прощай, хранилище. Очень обидно то, что мы, когда разрушаем... Здание... Не получаем ресурсы обратно. Хотя бы частично. Попытка номер два. Вот здесь у нас дорога где-то. И чуть-чуть дальше. Ну, давайте вот так. Ну, ладно, пойдет. Пойдет, в принципе. Строить тут, конечно, много. Четыре полена. Поехали. Я думаю, мы достроим это здание сначала. А потом уже пойдем дальше. У нас нужно сдать задания вот эти. Ночной воинам стрел дадут каменных. И можно уже будет каменными стрелами пострелять. Железный чуть жалко пока. Это у нас эксклюзив такой. Да, вот каменными можно уже будет поохотиться немного. Но и женушка наша, по-моему, охотится. Это вполне неплохо. Так, полено одно застряло. Окей. Давайте посмотрим сейчас на наш охотничий домик. Точнее, не на охотничий домик. Еду она складывает, насколько я понимаю, все-таки сюда. Нет, 23. Хорошо, надо запомнить. Одну лепешку еще есть, покормить кого-то. 23 куска мяса. По-моему, там просто начало прибавляться немного шкуры и меха. Ну и мясо я, по-моему, я вот не помню, сбрасывал я туда 23 сырого мяса или нет. Может быть, это она уже наохотилась просто. Может быть, такое. Не знаю. Посмотрим. Фух, наконец-то достроил. Довольно много тоже бревен ушло. Крыша тоже, получается, 6 секций было. Вот. И внутренности тоже деревянный этот интерьер стоил определенно. По-моему, 5, по-моему, бревен только на внутренности ушло. Но у нас теперь есть место, куда мы можем складывать дрова, по идее. Давайте попробуем сейчас скрафтить и закинуть сюда с оставшихся бревен. И надо идти. Надо идти, надо идти. Во-первых, проверим сейчас еду. Прошло уже, да, с тех пор, как мы в амбар смотрели, сколько время уже. Ну, какое-то прошло немного, но проверим на всякий случай. Давайте и палки, наверное, тоже сюда скину. Теперь и солому. Пусть теперь все в этом амбаре большом лежит. Можно перестроить, можно сделать выход. Еще один на самом деле было. Я что-то не подумал, что в ту сторону может выходить. Как-то еще удобнее было. Посмотрим, сколько еды. Прибавилось ли что-то. Чем там жена занято. Охотится ли. 36. Я забыл, сколько там было. Было, по-моему, 20 с чем-то, правильно? Или... Черт. По-моему, было 20 с чем-то все-таки. Кажется, что мясцо у нас прибавляется. Давайте я выложу вот это тоже все в склад, более подходящий для этих типов ресурсов. Да не, я, наверное, пройдусь. Кожа и мех пусть здесь лежит, крафтится. Кожа и мех потом нужно, наверное, к портному в мастерскую будет отнести. Но это, опять же, потом. Не сейчас. Сейчас нужно пробежаться, сдать задания и посмотреть, может быть, на новые задания. И нанять новых людей. В первую очередь еще двоих. Одного поставить на дрова. Это навык заготовки. Да, вот этот вот, по идее, у него должен быть повыше. У него или у нее. Посмотрим. Сильную тетку. Брунхильду какую-то, которая будет рубить дрова. Тоже отличный вариант. Так, немного камней. Но, я еще чего-то думал. Да, у нас налог увеличил. Ну, кстати, не больше. Ну, на пятерочку вырос. Было вроде 170. Но, не растет так сильно, как я думал, будет расти. Нам надо, чтобы денег у нас хватало, чтобы мы заплатили. Так. Я вижу только морковку пока. Засеянную. Думает. Ну, ладно. Думай, думай. А у нас женушка вместе с еще одной теткой охотятся. Правильно? Ну, ладно. Пусть охотятся вдвоем. Я не против. Погнали вот сюда. И мы этого фермера здесь видим. Только всех охотников не видать. На охоте все. Окей. Я уже грязный. Но хорошо, что... Наследника мы уже зачали. Остается только дождаться его появления. И все. И в этом плане мы уже себя обезопасили. Можно будет ему тоже там работу какую-то поручать. Там ветки собирать. Пусть ходит, да? Собирает, если что. Посмотрим. Надо будет сейчас поесть. Еще я, может быть, куплю еды. Каких-то лепешек где-то. Но... Вот вопрос. Где? Я не успею отсюда. В этом городе, по-моему... Нет торговца с едой. А, я даже не знаю, что в том городе, потому что там мы ночью, по-моему, были. Но будем надеяться, что кто-нибудь нас чем-то покормит. Можно было мясо поджарить, наверное, да? Чтобы наверняка. У меня же я все поел. Все, что было. Подорожник один есть. Давайте мы его съедим. Можно было у женушки попросить, чтобы она нас полечила. Но женушка в отъезде, на охоте. На важном задании. Ну, вон деревня, которая нам надо. Хороший вид тоже такой. Приятно, приятно. Посмотрим первым делом на потенциальных работников. Двоечка в добыче у каждого из них. Короче, оба подойдут. Вальдемар. Вальдемар. Это новый кто-то. Давайте посмотрим. Посмотрим сплетни. Вальдемар хорошо. К сплетням охотится. Охотится. Относится. 70 надо. Черт. Новый уровень дипломатии. 50. Хорошая погода. Ладно. Здесь мы никого не наймем, к сожалению. Покажи мне свои товары, мясо. О, сушеное мясо есть. Дорогое, конечно, зараза. В плане, да, насыщения и стоимости. Но я, наверное, возьму. Пару штучек чисто. Пожевать там по дороге. И все. От тебя мне ничего не надо. Пока в город мы не доберемся, да, где наш детаверна есть. О, коса, ножницы. Ой, сколько у тебя всего интересного. Это хороший торговец. Так, пошли посмотрим на задание теперь. Могу я чем-то помочь? Мистер, могу я у вас кое-что спросить? Что это, дитя? Я хотел поиграть во взрослого, но у меня нет необходимых вещей, а родители мне не дают. Я подумал, возможно, вы сможете мне помочь. Я не смогу вам ничего дать, но попрошу друзей замолвить доброе слово. Что, что ж ты хочешь? А, кстати, дипломатию, да, надо было поднять навык. Что ж ты хочешь? Что ж ты хочешь? Каменный нож. Палка, камень. Тебе мой подойдет? Я свой заменю запросто. Где мой нож каменный? Так. Давайте, наверное, сразу поедим. Да, но не... Но помните, что я сказал. Сначала вы должны пообещать мне быть осторожным и не делать ничего опасного. Да, я обещаю. Можно начну играть? Береги себя. 30 репутаций. Ясно. Это не такое интересное. Задание было полезное, да, но не такое интересное. Погнали дальше. Вообще, наверное, стоило бы в Гастовию вернуться и, может быть, вот так вот проделать маршрутик. С учетом того, что я проголодался немного, купить там пару лепешек себе и жить спокойно. По дороге в Денику заглянем сейчас. Сейчас тут три человека. Может быть, кто-то из них захочет с нами пойти. И здесь два торговца. Один из них... Я, правда, не помню, кто. Матильда. Или не Матильда. Портная. Давайте глянем, может. Кто лепешки продает еще. Это как раз Матильда Портная, да. Так. Торговец. Еще один... А, это староста, который где-то вдалеке. Давайте вот этого, наверное. 50 одобрения. Хорошая погода. Как ты? Как ты? И можем его уже брать. Я, наверное, сразу возьму его. Так, увидимся там. И нам надо теперь женщина. предпочтительно для того, чтобы плодились наши работнички. Так. Нас интересует дровяной сарай. Так. Назначим работника. Дровосек. Отлично. И теперь нам только на склады нужны рабочие. Дров у него... О, еды у него нет. А у тех что, еда есть, что ли? А. Короче, надо пойти, наверное, мясо пожарить все же домой. Как ни крути. Как ни крути. Да, пошли. Остальные, может, просто еще не проголодались. Возможно. Возможно. Давайте. Мы пока недалеко разберемся с этой проблемой. О, 54 мяса. Работают наши охотницы шикарно. Давайте 30-ку возьмем, наверное, пожарим. Сами они жарить не умеют, да? Как я понимаю. Ладно. Давайте у кого-то дома, у этого, как раз и пожарим. У тех еще, наверное, лепешки были или что-то. Хотя, по идее, если я вам бар закину... Давайте сейчас проверим, как все это дело работает. Мясо... Ну, давай, 30 штук жарим сразу. Смело. Ух, хорошо мясо жарится. Слышно, как жирок капает в костерок. Все, мы готовы. Новый уровень ремесла еще мы взяли. Пойдет. Только проблема в том, что теперь все остальное не работает, да? Но у нас вот так пока. Все остальное в стадии разработки. Так, да, попробуем закинуть теперь это жареное мясо в сундук нашего амбара, склада, как он там правильно называется? Сарая. Во, все. Остальное я, наверное, сейчас поем, чтобы хорошо наесться. И нам, в принципе, уже лепешки не нужно будет покупать. Тихо. Мясо прибавляется довольно неплохо. Вопрос лишь в том, как быстро будут съедать его наши жители. Пару кусочков еще у нас останется. Так, отлично. Пойдем посмотрим, что с дровами. Работник там какое-то время уже работает, да? Пока я мясо-то жарил. Может, что уже нарубил? Если он вообще пришел сюда уже. Ну, я-то пришел, и он мог прийти. Десять дров. Мех, кожа. А, теперь мех и кожа, да, идет все равно автоматом сюда, на этот склад. Правильно. Ну, ладно. Я не против. В целом, пусть все хранится тогда тут. На этих двух складах у нас. Все, супер. Дело уже налажено более-менее. И мы теперь можем пойти... Сдать пару заданий, взять еще новых заданий. Ну, в общем, сейчас пробежимся по кругу. Как мы это любим. Тут два бизона прям на меня идут. Я даже, наверное, использую стрелы. Так. Хорошо. Ты не уходи далеко. Оу-оу-оу-оу-оу. Стрелы, стрелы, стрелы. Остальные надо активировать. Это бэушные стрелы. Так. Отлично, все. А ножа у нас нет. Точно, я же не скрафтил, верно. Два камня и немного палок. Не хватает. Камни, камни, камни. Камень. Камень. Палка. Палка. Отлично. Все оказалось поблизости. Делаем ножик теперь чистенький, новенький. Я, наверное, в руки его брать не буду. Нам, по идее, он в руках не надо. Инструмент такой. Так. Хорошо. И... Еще один бизончик. Это у нас будет все в счет нашего задания следующей главы. Давайте посмотрим. Сделать лук, да. Убить бизона. Есть убить медведя. И еще одного волка. Ну и десяток оленей. Много репутации дадут. Это нужно будет тоже потихонечку выполнять. По мере возможности. Главное, чтобы посреди ночи на меня волк какой-то не напал, потому что сожрет и все. Я ничего сделать с этим не смогу. В приступе паники. Ну, вроде здесь не должны быть на холмах волки. Давайте сдадим задания на волков. Одно из двух, которые мы этой ночью сдадим. Мясо с подливой и 10 каменных стрел. Отлично. Так, новых пока что здесь работников нет. Там один где-то ходил, но там мужик. Нам мужики не надо. И я думаю... Не, мы пойдем, наверное, в то поселение сейчас сразу. Сдадим вот сюда. Да, сдадим задание на волков. Второе. И посмотрим, кого там можно будет взять. Алвин тут реально поселился. Готовится, тренируется. Куда-то уходят из этого поселения жители. И тут вон кто-то. И тут вон кто-то плавает. Что-то происходит странное сейчас. Но вот Берта меня интересует. Берточка, давай. Сплетни слышала какие-то? Берточка. И погодка хорошая, да? Берта, нет? Погодка не очень. Как ты, Берта? Отлично. Берта, я создаю новое поселение, и тебе надо туда отправиться. Давайте Берту назначим в дом к... к кому? К вот этому, по-моему, да? К дровосеку нашему, правильно. Так, и назначим ее на хранилище продуктов питания, наверное. Так, кладовщик. Что интересно будет кладовщик делать? Она у нас, кстати, фермер довольно неплохой. Может быть, ее стоило бы на фермерство отправить? У нас все фермеры такие. Все фермеры... Нет, фермер тоже хороший. Сам по себе. Отлично. Все. Как минимум, мы заполнили все жилые места, которые у нас были в поселении. Теперь надо вернуться вот сюда и сдать задание. Новое взять я, наверное, не смогу, потому что все уже спать пошли. Но старое сдать тоже было бы неплохо. Только надо найти у кого. Неалина. Во. Волки мертвы. Спасибо. Облегчение. Мы получили еще один факел и еще 16 каменных стрел. Так, как выйти отсюда? Вот. Я уже каменные стрелы взял в инвентаре, взял в колчан. Давайте мы сейчас еще раз отменим их и добавим вот эти 26 штук. Хорошо. Железные, может быть, будем заряжать там, если волка какого-то издалека встретим или медведя, да, вот. Потому что железную стрелу я где-то потерял. Или не подобрал, когда промазал по кому-то. Может быть, запросто. Так. Мясо с подливой у нас есть. Жареного мяса. Давайте мы, наверное, пока съедим. И посмотрим, что мы можем сделать сейчас. Здесь два задания есть. Я бы, наверное, остался бы здесь рядышком с этим поселением. если я камни найду, то можно было бы покрафтить каких-то инструментов и продать потом с утреца. Хотя, с другой стороны, ночь только-только началась. Я успею до наступления рассвета вернуться к себе в поселение и еще кучу всего там поделать, наверное. Да. Но, с другой стороны, сейчас у нас уже поселение стало более-менее самодостаточным. И нам не обязательно туда спешить и там что-то делать. Дрова есть, еда есть. И уже хорошо. Надо только, чтобы еду кто-то готовил. Может быть, вот кладовщик будет нам готовить еду. Или, может быть, кстати... Подождите, а ну-ка давайте. Берту с хранилища назначим в сарай. Нет. Нет, нет, нет. Ну, тогда кладовщик. Будем надеяться, что кладовщик готовит еду. Вон, кстати, Берта потихонечку идет. Там тоже потихонечку идут. Ну, то, что они где-то в этом озере там плавают. Это не страшно. Они работу свою уже вроде как работают. Хотя, может быть, это только мои... Нет, ну, дровосек точно неизвестно. Дровосек блин. Я не помню, просто я скидывал дрова десяток туда или нет. По-моему, скидывал. И это мои дрова. То есть, может быть, они еще не дошли и не работают. на самом-то деле. Ладно, я, наверное, да, останусь пока здесь. Немного камня есть. Покрафчу сейчас каких-либо инструментов тут из веток до палок и продам их здесь. Потом возьму новые задания на рассвете. но это будет уже, наверное, в следующей серии, потому что мы и так сегодня много всего сделали полезного. У нас супер продуктивная зима, супер комфортная зима. Даже я бы сказал, у нас все, все, что нам нужно есть для более-менее комфортной жизни. Осталось только улучшать жизнь нашего поселения. Так-то от холода мы уже не мерзнем. Ну, мы-то и не мерзли. У нас нам сразу дали буквально в начале игры вещи теплые, поэтому у нас все хорошо. Ну, и наши уже жители в поселении тоже не мерзнут от холода. И это прекрасно. Сделаем немного сейчас инструментов пока. Подождем рассвета и потом наберем задание и посмотрим, что там может интересного, чего будет. и тогда уже вернемся в поселение. У нас, кстати, телепортнут, потому что зима заканчивается. Вот уже все. Завтра последний день зимы. Вот бы так сейчас, чтобы последний день зимы. Да, но зима только начинается. В любом случае, всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.